На момент, когда я лишился кистей рук, у меня были водительские права и четыре года водительского стажа. Но оказалось, что по российским законам из-за своей травмы я не имею права вернуться за руль. И не важно, насколько крутые у меня протезы, как оборудован мой автомобиль и насколько уверенно я могу водить. Мне отказано автоматически, по факту диагноза. В России люди с ампутациями рук не имеют права водить, в то время как на Западе наши безрукие товарищи по несчастью вовсю ездят за рулем. Когда я смотрю подобные видео, у меня в голове только один вопрос. А почему едет он, а не я? Я уже много лет пытаюсь вернуть себе право водить автомобиль, а теперь решил снять это видео. Конечно, само по себе видео на ютубе не сможет изменить российское законодательство, но зато оно поможет рассказать о проблеме вам и самое главное – узнать ваше мнение. Я бы хотел, чтобы в комментариях под этим видео как можно больше людей написало свою позицию о допуске к вождению людей с ампутациями рук. Этим видео я бы хотел раскрутить барабан общественной дискуссии, словно бионический Якубович. Как раз в кадре есть автомобиль. Очень смешно. Итак, безрукие за рулем – нормальное явление или страшная угроза общественной безопасности? Давайте разбираться. Поехали. Я не еду на самом деле никуда, мне нельзя, ребят, езжайте пока без меня. Мировая практика показывает, что люди с ампутациями рук отлично водят, если дать им такую возможность. В США, Канаде, Великобритании такие водители есть, причем у многих из них нет не только рук, но и ног. Вот пример девушки с ампутацией рук и ног, которая переоборудовала свой автомобиль и может нормально водить. А вот пример парня с практически полностью отсутствующими конечностями и крутой тачкой. Она оборудована таким образом, что вождение для него теперь не проблема. В менее радикальных случаях ампутации людям с протезами рук достаточно установить на руль специальные насадки, например, в виде кольца, за который хватается протез и благодаря чему обеспечивается надежный контроль в управлении, и человек может уверенно поворачивать руль протезом. Люди, с детства живущие без рук и владеющие ногами как руками, часто отлично водят автомобиль. В США такие ногастые водители даже имеют возможность водить такси. Самостоятельность. Вот к чему стремятся многие люди с инвалидностью. Водить автомобиль, жить независимо, зарабатывать деньги. И если водительские права есть пока далеко не у всех, то возможность освоить востребованную профессию есть сегодня у каждого. Людей с инвалидностью в IT-сфере больше с каждым годом. Вот примеры успешных программистов с инвалидностью, и это только те, кого я знаю лично. Но расслабьтесь. Для того, чтобы стать востребованным айтишником, не обязательно иметь инвалидность. Нужно решить, с чего начать и выбрать направление входа в IT. Для этого хорошо подходит язык программирования Python, относительно простой и универсальный. Узнать больше можно на бесплатном курсе «Основы Python. Создаем телеграм-бота от металлогии». Металлогия уже 12 лет помогает найти и освоить профессию по душе. Методисты и эксперты металлогии создают актуальные учебные программы, а кураторы помогают с резюме, портфолио и трудоустройством. Начать можно с бесплатных материалов, чтобы понять, что вам подходит и стоит ли продолжать. Python много лет входит в топы рейтингов языков программирования. На нем делают сайты, игры, приложения, работают с данными и создают искусственный интеллект. На бесплатном двухнедельном курсе «Отметологии» вы познакомитесь с Python и основами программирования, получите представление о сфере в целом и создадите два своих первых проекта, даже если никогда до этого не кодили. А еще пройдете стажировку на симуляторе. Переходите по ссылке в описании или QR-коду и регистрируйтесь на бесплатный курс от «Нитологии» основы Python, создаем телеграм-бота. А по промокоду «Бионик» получите скидку 45% на платные онлайн-курсы «Нитологии». При желании и грамотном переоборудовании авто люди с подобной ампутацией могут стать профессиональными гонщиками, как, например, поляк Барташ Остоловский. Он поставил мировой рекорд по скоростному дрифту на 50-метровой прямой, и гонщики с руками пока не могут превзойти его результат. Еще один необычный случай. Американка Джессика Кокс несколько лет назад стала первым в мире безруким пилотом легкомоторного самолета, получив соответствующую лицензию. Вот что бывает, если государство не отказывает поголовно всем инвалидам из-за их диагноза, а подходит к каждому конкретному случаю индивидуально. Как, например, подошли к случаю американца Джейсона Когера, который так же, как и я, потерял руки, когда уже имел водительское удостоверение, но его у него никто не забирал. Ко мне для экзамена приехала женщина из столицы Штата. Мы просто поехали по дороге. Я показал ей, что могу включать поворотники, могу включать дворники, что могу парковаться, что могу трогаться, могу поворачивать налево, направо. И как только я это сделал, я сдал экзамен, и у меня не было никаких ограничений. Если на вашем автомобиле установлено какое-либо адаптивное оборудование, и вы пользуетесь им для сдачи экзамена по вождению, это будет указано на ваших правах. Так что если у вас есть дополнительная педаль, или кольцо на руле, или что-то еще, и вы сдадите экзамен с этим устройством, то в ваших правах будет указано, что все автомобили, которые вы водите, должны быть соответствующе оборудованы. Поэтому я для себя не ставил никаких устройств на экзамен, потому что я не хотел никаких ограничений в правах. Ведь я не хочу прилететь во Флориду или куда-то еще, а мне там скажут, что я не могу арендовать машину, потому что на ней нет определенного устройства. Поэтому я сдал экзамен по вождению только при помощи протезов-крюков. У меня есть два крюка, еще у меня есть бионические протезы. Поэтому я сдал экзамен при помощи протезов, и теперь я могу снова водить машину без каких-либо адаптивных устройств. Говоря об ограничениях. Люди без рук, они должны водить автомобиль только с автоматической коробкой передач или нет? С любой, это не имеет значения. У меня в правах нет никаких ограничений, должен ли я водить автомобиль с автоматической или ручной коробкой. Наверняка многие в комментариях напишут, «Да как же это так? Безрукие? За рулем? Да вы совсем обалдели! Это же опасно!» Спешу вас огорчить. Не существует статистики, доказывающей, что такие водители действительно опаснее других на дорогах и что они чаще других попадают в аварии. Скорее наоборот. Лично у меня есть ощущение, что люди с инвалидностью водят куда более аккуратно и ответственно. Для многих людей с инвалидностью водительские права – это редкая возможность быть самостоятельным и мобильным, поэтому они этой возможностью дорожат. С момента ампутации я вожу 16 лет, и у меня не было ни одной аварии. Вообще ни одной? Нет, за 16 лет. У меня ни одной аварии, но у меня были штрафы за превышение скорости. Но никогда не было предупреждений за неосторожную езду, опасные перестроения и так далее. Ни разу за 16 лет. Не было никаких проблем с моими правами и с тем, как я вожу. А что в России? У нас тоже живет много людей с ампутациями и поражениями рук, которые способны безопасно водить, но они даже не имеют права доказать этого на экзамене, потому что их не допускает медкомиссия. Как, например, случилось с Сакинат Магомедовой, которая с детства все делает ногами. Она отучилась в автошколе, где инструкторы подтвердили ее способность безопасно вести машину, но до экзамена ее не допустили. Сакинат столкнулась с классическим ответом чиновников Минздрава. Принудить медицинскую организацию к выдаче вот такого заключения о состоянии здоровья, которое позволяло бы иметь права, конечно, Министерство здравоохранения позволить себе не может. Из желания угодить какому-то одному водителю нельзя подвергать риску всех остальных. В итоге вместо прав Сакинат получила пачку неприятных комментариев в интернете. И мой любимый тип комментариев про экстренные ситуации на дорогах, с которыми, конечно же, люди с ампутациями не справятся. Все остальные водители, видимо, отлично с ними справляются, раз на дорогах России ежедневно происходят 350 ДТП с пострадавшими. Или возьмем Дениса Кравченко, настоящего мастера на все ноги. Это тот случай, когда человек ногами способен починить любой автомобиль, но вот сесть за руль и поехать на нем он не имеет права. В России таких людей, как Денис и Сакинат, много. Они умеют водить, но не могут быть допущены до экзамена по вождению из-за постановления правительства номер 1604. По этому документу отсутствие обеих рук или кистей, либо их серьезная деформация, является противопоказанием к вождению. И такой поголовный запрет я считаю государственной дискриминацией. Поймите меня правильно. Я не выступаю за то, чтобы у любого инвалида на свете была возможность сесть за руль. Например, незрячие сразу нет. Пока автомобили с автопилотом не станут обыденностью, вам лучше не садиться за руль, но я думаю, вы особо и не стремитесь. И я не выступаю за то, чтобы у всех безруких инвалидов по умолчанию автоматически оказались права, и завтра все они пошли работать водителями школьных автобусов. Я лишь верю, что в 21 веке у каждого человека с нестандартным количеством конечностей должно быть право доказать на экзамене, что он способен безопасно управлять автомобилем. Я давно принимаю попытки изменить эту запретительную меру и даже пару лет назад побывал на круглом столе в Совете Федерации. Там мои аргументы выслушали государственные мужи в пиджаках, но ничего так и не изменилось. Кроме того, что в Коммерсанте вышла статья с заголовком-каламбуром, в которой меня называют господином. И на этом спасибо. Возможно, с вашей поддержкой у меня получится продвинуться вперед. Каждый комментарий под этим видео, каждый ваш лайк и репост помогает сделать так, что это видео увидит большое количество людей. Я надеюсь, это поможет изменить стереотипы по отношению к водителям с ампутациями рук. И рано или поздно мы сможем устранить эту несправедливость. Но это не точно. В любом случае, пишите комментарии, и будет интересно узнать вашу позицию. На этом все. У меня есть телеграм-канал, где всякие ампутации и протезы приколы. Подписывайтесь на него, если любите такое. Далее будут титры с именами самых лучших людей на свете. Моих спонсоров на Бусти. Вы тоже можете пополнить их нестройные ряды. Берегите ваши ручки. Чао. Почему? Я не был. А не я. А почему?